Ах, пельмешки, блюда, различные вариации которого можно найти практически в любом уголке мира. Некоторые из них бывают острыми, некоторые – сладкими, но все они способны утолить голод и побаловать вкусовые рецепторы. От китайских – зяцы, до аргентинской – эмпанады и непальских – мома, в какой бы стране вы ни оказались, вы найдете разные варианты на свой вкус. Популярный вид пельменей – китайские зяцы, обжаривают в сковороде и с одной стороны, а затем варят в воде или бульоне. Традиционная начинка для зяцы – это свинина, креветки или капуста. Как и другие польские блюда, пироги очень сытные. Эти пельмени могут быть наполнены чем угодно, от картофельного пюре, сыра и жареного лука, до грибов, мяса, шпината и квашеной капусты. Эмпанада переводится с испанского как «завернутый в хлеб», подходящий название для этих жареных аргентинских пельменей. Надкусите корочку, и внутри найдете начинку в виде говяжьего фарша, яиц, оливок, лука, паприки и тмина. Среди огромного разнообразия итальянской кухни особняком стоят нежные ньокки. Хотя это скорее клетки, чем пельмени, их делают из картошки, муки, яиц, сыра, рикотты, а затем подают в соусе с мясом или овощами. Эти жареные на сковороде пельмени, известные как гайдзо, представляют собой японскую версию зяцзы. Их наполняют свининой, капустой, луком и морковью, а тесто делают тонким и поджаривают до темного цвета. Соусклу и теос, родом из Южной Африки, это сладкое блюдо из муки, сахара, яиц, сливочного масла и пекарского порошка, которое затем опускают во вкуснейшую смесь из сахара с корицей. Лучше есть горячими. Традиционное европейское блюдо, кнедлики, не имеет наполнителя, но его часто подают с мясными блюдами, например, со шницелем или рулькой. Самосы, индийские пельмени с хрустящей, слойной раковиной, которые заполняют пряным картофелем, горошком, чечевицей, фаршем или луком. Традиционным амишским десертом по всей Америке являются пельмени с апельсиновыми ломтиками, которые запекают в тесте с корицей и сахаром. И обязательно сверху подают ванильное мороженое. В шведском городке Питио зародились петипальты, которые едят с клюквенным джеймом или сливочным маслом. Эти пельмени делают из картофеля и ячменной или пшеничной муки, а начинка всегда мясная. Хинкали – это грузинское блюдо, которое начиняют пряной свининой и говядиной с черным перцем. Мясную смесь заворачивают в тесто так, чтобы при варке она выделяла ароматный сок. Креп лах – называют еврейскими равиоли и подают в Израиле с супом. Начинка – говядина или картофель. А это – пельмени, какими их знаем мы, популярное русское блюдо. Название пельмень произошло от финногорского пельнянь – хлебное ухо, пель, ухо и нянь – хлеб. У нас популярными начинками являются свинина, говядина, курятина, грибы или сыр. Кимчхи – гарнир, который делают из квашеных овощей со специями. Это любимое корейское блюдо. Настолько любимое, что манду – корейские пельмени, наполняют кимчхи. Манду – одни из немногих азиатских пельменей, которые имеют круглую форму. Чешские пельмени со сладким и фруктовым вкусом называются фруктовые кнедлики. Тесто для них делают из сливочного масла, муки и яиц, а затем фаршируют фруктами, обычно сливами. Когда кнедлики готовы, их посыпают сахаром и поливают растопленным сливочным маслом. Баван продают на рынках по всему Тайваню. Их тесто делают из кукурузного крахмала, ботата и рисовой муки, а затем фаршируют свининой, побегами бамбука и грибами. После этого варят и сильно обжаривают. Брынзовые галушки – это сытное сливочное словакское блюдо, которое готовят из картофеля и подают с брынзой, свининой или беконом. Банбот лок – вьетнамские пельмени, которые делают из топиоковой муки, а при варке они получают тягучую текстуру. Фаршируют свининой и креветками. Манты по-турецки готовят с говядиной или бараниной и подают в йогурте, масле и с молотым красным перцем. Эти пельмени на пару называются мома, их можно найти в Непале и на Тибете. Их фаршируют говяжьим фаршем или такими овощами, как капуста, шпинат или лук-шалот. Мадак – сладкие пельмени, которые подают в индийском штате Махараштра во время фестиваля Ганиша. Тесто делают из рисовой муки, а фаршируют кокосом и тростниковым сахаром. На этом у меня все, делитесь мнением в комментариях. Подписывайтесь на канал и ставьте лукас верх. До новых встреч мои хорошие! Субтитры сделал DimaTorzok